Здравствуйте! Тема сегодняшней презентации – хроническая сердечная недостаточность. Синдром, при котором происходит неспособность сердечно-сосудистой системы адекватно обеспечивать органы и ткани организма кровью и кислородом в том количестве, достаточном для поддержания нормальной жизнедеятельности. В основе сердечной недостаточности лежит нарушение насосной функции одного или обоих желудочков. Этиология – поражение мышцы сердца, гемодинамическая перегрузка сердечной мышцы, давление, объемом, комбинированное и нарушение диастолического наполнения желудочков. Патогенез – снижение сократительной способности миокарда и вследствие этого падение сердечного выброса, гиперактивация симпатика адреналовой системы САС, катухоламины вызывают сужение артериол и венул, что обуславливает увеличение венозного возврата крови к сердцу, возрастание диастолического наполнения пораженного левого желудочка, выравнивание до нормы сниженного сердечного выброса. Далее – активация ленин-ангиотензийной системы САС, гиперпродукция мощного вазопрессорного фактора ангиотензийна-2, компенсирование, прогрессирование гипертонии. Это все пока мы говорим о компенсированной стадии сердечной недостаточности. Далее идет стимуляция образования альдостерона, повышение реабсорции натрия, увеличение осмолярности плазмы крови, активация продукции вазопрессина. Механизм Франко Старлинга о чем говорит? Чем больше мышца сердца растянута поступающей кровью, тем больше сила сокращения, и тем больше крови поступает в артериальную систему. Что такое преднагрузка и постнагрузка? Напряжение стенки левого желудочка в конце диастолы – это преднагрузка. Постнагрузка – давление крови в аорте. Оно равно давлению крови в левом желудочке, равно систолическому артериальному давлению. Классификация построжеского силенка. Стадия 1 – начальная или скрытая недостаточность, которая проявляется в виде одышки и сердцебиения при значительной физической нагрузке, ранее не вызывавшей ее. В покое гемодинамика и функции органов не нарушены. Трудоспособность несколько снижена. Стадия 2 – выраженное длительное недостаточное кровообращение, нарушение гемодинамики, застой в малом круге, при незначительной физической нагрузке, иногда в покое. То есть здесь уже наблюдается одышка и сердцебиение. Эту стадию делят на два периода – А и Б. Стадия 2А – одышка и сердцебиение при умеренной физической нагрузке, нерезкий цианоз, нарушение кровообращения, как правило, по малому кругу, периодически сухой кашель, иногда кровохаркание, проявление застоя в легких, крепитация, незвучные влажные хрипы в нижних отделах, сердцебиение, перебои в области сердца. В этой стадии наблюдаются начальные проявления застоя и в большом круге. Небольшие отеки по вечерам, утром они проходят, увеличение печени. К утру эти явления уменьшаются, резко снижается трудоспособность. 2Б – одышка в покое. Вся объективная симптоматика резко усиливается, выраженный цианоз, застойные изменения в легких, длительные и ноющие боли, перебои в области сердца, сердцебиение, присоединяются признаки недостаточности кровообращения по большому кругу, постоянные отеки нижних конечностей и туловища, увеличенная плотная печень, уже идет кардиальный цирроз, гидроторокс, асцит, тяжелая олигурия. Больные нетрудоспособны. Третья стадия ХСН – конечная, дистрофическая. Кроме нарушений гемодинамики, развиваются необратимые изменения в органах, диффузный пневмосклероз, цирроз печени, застойная почка. Нарушается обмен веществ, развивается истощение больных, лечение неэффективно. Мы пользуемся в Узбекистане классификацией сердечной недостаточности по НИХА. Это американская классификация. Первый класс. Имеется заболевание сердца, но оно не ограничивает физическую активность. Обычная физическая нагрузка не вызывает сильной усталости, сердцебиение, одышки. Второй класс. Заболевание сердца приводит к легкому ограничению физической активности. В покое симптомов нет. Обычная физическая нагрузка вызывает усталость, сердцебиение и одышку. Если вы просмотрите, мы сейчас посмотрим в 3-й и 4-й класс, здесь основной упор делается на качество жизни больных. 3-й класс. Заболевания сердца приводят к значительному ограничению физической активности. В покое симптомов нет, активность менее обычной вызывает усталость, сердцебиение и одышку. 4-й класс. Заболевания сердца приводят к тяжелому ограничению любой физической активности. Симптомы сердечной недостаточности стенокардии появляются в покое. При любой активности симптомы усиливаются. В 2016 году нам предоставили, Институт кардиологии в Москве предоставил нам шкалу оценки клинического состояния больного. Обратите внимание, одышка. Если ее нет, 0. При нагрузке 1. При покое 3. Изменился ли за последнюю неделю вес? 0. Нет. 1. Увеличился. Жалобы на перебой в работе сердца. 0. Нет. 1. Есть. В каком положении находится больной в постели? 0. Горизонтально. 1. С приподнятым головным концом. 2. Плюс подушки. 2. Просыпается от удушья. 3. Сидя. Спит. Шкала оценки клинического состояния далее. Набукшие шейные вены. 0. Нет. 1. Лежа. 2. Стоя. Хрипы в легких. 0. Нет. 1. Нижние отделы до 1 трети. 2. До лопаток. 3. Над всей поверхностью легких. Наличие ритмоголопа. 0. Нет. 1. Есть. Печень. 0. Неувеличена. 1. До 5 см. 2. Более 5 см. Отеки. 0. Нет. 1. Пастозность. 2. Отеки. 3. Аносарка. Уровень систолического артериального давления 0. Больше 120 мм ртутного столба. 1. 100. 120. И 2. Меньше 100 мм ртутного столба. Максимальное количество 20 баллов соответствует терминальной стадии сердечной недостаточности. 20 баллов отсутствие признаков сердечной недостаточности. Больные с первым функциональным классом должны иметь менее 3 баллов. 2. Функциональный класс от 4 до 6 баллов. 3. От 7 до 9. И 4. Функциональный класс более 9 баллов. Лечение. Цель. Нормализация сократительной способности миокарда, его ритма, стабилизация гемодинамических показателей, пульс давления, выведение избытка жидкости, отеки. 3. Сердечные гликозиты, бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, мочегонные диуретики, нитраты, уменьшение преднагрузки на сердце, купирование стенокардиотических болей, антагонисты кальция. 4. Основные препараты в лечении ХСН. Ингибиторы АПФ, блокаторы АРА, бета-адреноблокаторы, антагонисты альдостерона, диуретики, сердечные гликозиды, омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. 5. Дополнительные статины только при ЭБС, антикоагулянты только при мерцательной аритмии, вспомогательные периферические вазглетаторы, антагонисты бета-блокаторы минерал-кортикоидов, антиаритмики, аспирин, инотропные препараты. 6. Ингибиторы АПФ – это золотой стандарт лечения сердечной недостаточности. Ингибиторы АПФ показаны всем больным вне зависимости от этиологии, стадии и тяжести декомпенсации. 7. Наиболее раннее назначение ингибиторов АПФ уже при первой стадии ХСН способно замедлить прогрессирование ХСН. 8. Каптаприл и инолаприл, карлон – основные препараты. 9. Применение перендаприла и эндопамита снижает риск развития ХСН на 26% у больных с инсультом в анамнезе. 10. Блокаторы АРА – блокаторы рецепторов ангиотензина. 11. Сартаны – кондисартан, волсартан, лазартан. 11. Ингибиторы АПФ называются ингибиторы фермента, ингибирующие ангиотензин. 11. Остаются препаратами первого ряда. 12. Однако, если они плохо переносятся больными и вызывают побочные реакции у больных с ХСН, могут быть назначены БЭТ-блокаторы АРА. 12. Посмотрите, какие препараты ингибиторы АПФ. 12. Каптаприл короткого действия, начальная доза 6,25, 3 раза в день, целевая доза 50 мг, 3 раза в день. 12. Энолаприл, лизинаприл 2,5 мг, 5 мг в день однократно или можно разбить на 2 раза. 13. Целевая доза 10-20 мг, 2 раза в день. 13. Лизинаприл 20-35 мг однократно. 14. Перендаприл 2,5 мг однократно, 10 мг однократно. Следует отметить, что периндаприл лучше назначать у больных с сахарным диабетом, осложнённых ССН. Препараты и дозы дальше. Кандисартан, сартаны, косарк, полсартан, лазартан. Начальная доза косарка 4 мг однократно, 32 мг однократно, целевая доза. Волсартан 40 мг 2 раза в день, целевая доза 160 мг 2 раза в день. Кандисартан 50 мг однократно, 150 мг однократно, целевая доза. Советую посмотреть на целевые дозы, они достаточно высокие и их не нужно бояться. Алгоритм назначения. Начинать терапию с низких доз. Увеличивать дозу вдвое, не более чем 1 раз в 2 недели. Тетровать до целевой дозы или максимально переносимой. Всегда старайтесь назначать хотя бы небольшие дозы блокаторов АРА, нежели чем не назначать в принципе. Необходимо проводить мониторирование уровня АД и биохимические показатели мочевина, креатинин, калий. Биохимические исследования крови необходимо проводить через 1-2 недели после начала подбора дозы блокаторов АРА и спустя 1-2 недели после завершения цитрования дозы. Бета-адреноблокаторы. Ингибиторы АПФ и бета-адреноблокаторы дополняют друг друга. И терапия начинается как можно раньше у больных СН со сниженной функцией левого желудочка. Показания. Всем больным со стабильной, легкой и умеренной сердечной недостаточностью. 2-3 функциональный класс при отсутствии противопоказаний. Бета-адреноблокаторы являются препаратами первой линии для лечения больных со стабильной сердечной недостаточностью. Противопоказания. Бронхиальная астма, симптомная брадикардия, меньше 50 ударов в минуту. Симптомная гипотония, меньше 85 мм ртутного столба. АВ-блокады второй стадии и дальше. Тяжелый облитерирующий эндоартерит. В комбинации бета-адреноблокаторов с осторожностью, с веропомилом и лодилтиаземом, вы знаете, это тоже антиаритмики, антагонисты кальция, с дегоксином, амидароном. Как начинать терапию? Первое. У всех пациентов со стабильной ХСН. Перед началом лечения больной должен находиться уже на приеме ингибиторов АПФ и диуретиков. Начинать с низких доз. Удваивать дозы не чаще, чем в 2 недели 1 раз. Назначение малых доз всегда лучше, чем отсутствие терапии вовсе. Препараты бета-адреноблокаторы. Бесопролол, карвидилол, небивалол. Начальная доза достаточно маленькая. 1,25 мг 1 раз в день. Целевая доза 10 мг. Антагонисты кальция. Короткого действия. Коринфар, все давно его знаем. Кардофен, нефидипин. 10 мг в таблетке 3 раза в день. Целевая доза 30-40 мг. Амлодипин, препарат 3-го последнего поколения. 5 мг в сутки. Целевая доза 10 мг. Используются как периферические вазодилататоры, как антиагреганты. Антагонисты минералокортикоидных рецепторов или верошпирон. Всем больным, имеющим симптомы ХСН с фракцией выброса, меньше 35% препарат выбора эплеренон. Верошпирон 25-50-100 мг. Назначается в дозе 25 мг 4 раза в сутки в течение 5 дней. Далее 25 мг утром постоянно. Диуретики. У больных с ХСН диуретики должны применяться только в комбинации с бета-адреноблокаторами, ингибиторами АПФ или блокаторами АРА, антагонистами минералокортикоидных рецепторов. Убирают симптомы, связанные с задержкой жидкости, периферические отеки, одышку, застой в легких, что обосновывает их применение у больных с ХСН, независимо от фракции выброса левого желудочка. Часто используемые диуретики. Фуросимид, таросимид, гипотеозид, индап. Сберегающие диуретики. Амилорид, триамтерен, триампур. Сердечные гликозиды. На сегодняшний день применение при ХСН ограничено. Из существующих препаратов рекомендован дегоксин. Назначение дегоксина не улучшает прогноз больных, но снижает количество госпитализации из-за ХСН. Улучшает симптомы ХСН и качество жизни. Сердечные гликозиды. Применение дегоксина может дополнить терапию бета-адреноблокаторами, ингибиторами АПФ или блокаторами АРА, антагонистами минералокортикоидов и диуретиками. У пациентов с симптомами ХСН 2-4 функциональный класс и наличием мерцательной орегмии дегоксин рекомендован для контроля ЧСС в качестве препарата второй линии после бета-адреноблокаторов. При невозможности контролировать частоту сокращений желудочка в сердце. В случае непереносимости бета-адреноблокаторов сердечные гликозиды являются препаратами первой линии. При лечении больных со сниженной функцией левого желудочка менее 40% и наклонностью к гипотонии. Оптимальная доза дегоксина для лечения больных с ХСН считается 0,125-0,25 мг в сутки. Оптимальная концентрация в крови это 0,8-1,2 нонограмм на миллилитр. Амбулаторное наблюдение. Регулярный контроль с больным ХСН через телефон, который способствует обнаружить нарастание сердечной недостаточности на ранней стадии и проводить коррекцию лечения до того, как возникнет необходимость госпитализации. Необходимость ежедневного взвешивания для корректировки назначения диуретиков. Отказ от курения. Контроль АД. Уровень сахара. Амбулаторное наблюдение. Соблюдение рекомендаций по питанию, ограничений поваренной соли, употребления жидкости. Соблюдение рекомендаций по физической активности, поддержание умеренной физической активности, регулярное выполнение физической работы. В терминальной стадии ХСН уместна симптоматическая терапия, создание условий для поддержания должного физического, психологического, социального и духовного состояния больного. Некоторые больные предпочитают пребывание в хосписе. Вопросы, связанные с прогрессированием заболевания, болезненно воспринимаются больным и родственниками. Их следует обсуждать крайне деликатно. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...